МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров 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 А.Кулакова Актура Цитаря, пишите себя ответственность в своем городе и благодарность. С днем рождения! Спасибо за внимание и бюджетного аппарата Санкт-Петербурга. Награждается Аула Астольдовна Матопчук, проектор по воспитательной работе вектор Азбурга. АПЛОДИСМЕНТЫ Сергей Федорович Багменко, ректор Нервного Санкт-Петербурга Рационального Медицинского Университета им. Академика Павлова. И коллектив Нервного Санкт-Петербургского Рационального Медицинского Университета им. Академика Павлова. АПЛОДИСМЕНТЫ А при Санкт-Петербурге, это концы, на этом мы будем напоминать об этом событии, что мы сегодня берем в зависть с вами. Днем рождения, дорогие друзья! Спасибо, уважаемые санкт-петербург! Рада поздравить вас, весь коллектив студентов и выпускников первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика Ивана Петровича Павлова со знаменательной даты – 125-летие университета. С момента своего основания в далеком 1897 году университет несколько раз менял название, однако никогда не изменял свои принципы, оставаясь на протяжении долгих лет работы знаком качества отечественного высшего медицинского образования. Развитие и укрепление системы отечественного здравоохранения, повышение доступности в медицинской помощи, внедрение новых медицинских технологий является одним из ключевых приоритетов социальной политики нашего государства. Все это невозможно представить без высококвалифицированных медицинских кадров. Поэтому ваша работа приобретает особую значимость. Будучи одним из ведущих медицинских вузов России, университет из года в год выпускает первоклассных врачей, многие из которых возглавляют медицинские и образовательные учреждения, являются ведущими специалистами в своих областях, работая при этом не только на территории нашей страны, но и за ее пределами. Многие годы сотрудники университета бережно сохраняют и передают из поколения в поколение славные традиции отечественной медицинской школы, не прекращая при этом развиваться в соответствии с современными направлениями медицины, науки и образования. Своим примером вы подтверждаете, что медицина поистине является величайшей из искусств. В этот праздничный день мне хотелось бы выразить искреннюю благодарность всему коллективу университета за вашу работу. В ваших надежных руках самое ценное – жизнь и здоровье наших праздников. Хочу от силы сердца пожелать всем вам только получи, удачи, сил и вдохновения в вашем ответственном и дугородном деле. И, конечно же, здоровья! АПЛОДИСМЕНТЫ К сожалению, график никакого уровня быть сегодня с вами, но клиники самые теплые и искренние трудовые на сибири. Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет, тренение Академии Программа Петровича Павлова, сидя слава в Санкт-Петербурге медицинской школе, переводной медицинской наукой и высоким уровнем подготовки врачей. Уже более века университет вносит свой вклад в развитие медицины и понижение здоровья общества, готовит специалистов, совершенствует методы диагностики и лечения, разрабатывая новые обходы технологической медицины. Желаю всему коллективу творческих успехов, вывода получи новых идей и достижений. Мы ждем от вас больших и ярких открытий. И, конечно же, дорогие друзья, огромным из вас я желаю коллективу творческих. Добрый вечер. Сегодня как на зале мы абсолютно спрекли в единственное обращение к вам, дорогие друзья. Дорогие друзья, дорогие сотрудники, имидемники, пепеляры. Потому что, конечно, не стены, вначале, что вы до 125 лет, это те 54 издания, которые ваша техническая часть умудряется содержать в состоянии, которое позволяет вспоминать минуты и сохранять границы. Это, конечно, праздник людей. Это ваш праздник. И мне бы сегодня, после всех слов, которые уже были сказаны, хотел сказать буквально, буквально про это. Люди делали историю. История муза, я вам, наверное, предложу, в Сергею Торчику, у нас с нами бывают такие полемические беседы, посчитать вес и плата муза в человеческих жизнях. Потому что самая большая рисунка – это спасенные годы человеческих жизней, которые делали, делают и будут делать в русском языке этого муза, которые воспитаны лучшими из лучших представителями российской медицинской школы сотрудниками 1-го питерского мяда. Нагрудным знаком отличных здравоохранения награждается Марина Андреевна Рябова, протеста Катерина. Протеста Васильевна Саванаш, отцена Катерина. Марина Андреевна Саванаш, отца Танера. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Дорогие друзья, вы знаете, еще раз вызывать искренние благодарности каждому из вас за все, что вы делаете. Будьте счастливы, здоровы и мирно-молевной головой. Ну, я надеюсь, стремимся, ну, скажем, на запуске 25-м дебюлете 1-го Санкт-Петербургского университета. Спасибо вам. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 УСССКОЙ МОДИСМЕНТЫ УКОТ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ UI ОТक УРАЗУМ не тому, что я получил. Я помню всех преподавателей по именному отчеству Владимира Алексеевича Менеева через юридический чемпионат Минину Павловну Аранову, Веронику Владимировну Стасовскую. Я могу перечислить бесконечности, кто меня учил, потому что это были люди, которых я помню и всю свою жизнь буду преподавать. Спасибо за честь. КОНЕЦ Уважаемый Сергей Павлович, уважаемые друзья, выпускники, преподаватели первого года. КОНЕЦ 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 И, конечно, без сомнений этого не произошло, без меня. Мои родители, которые дали в 1975 году волшебное вино, для которого я попал в 7-м году, без моей семьи и даже без моих детей, перед ногой, поскольку должен стоять в этой медицине, и о том, каким натовой вине нужно показать собственным именем. Спасибо огромное за празднование. АПЛОДИСМЕНТЫ Глупо благодарю Василию Сергею Фёдоровичу. Глупо благодарю мне коллеги и друзья. Угрожаю сердившую благодарность ректору нашего университета, академику Сергею Фёдоровичу Павленко. И совет историй за движение моей кандидатуре на получение до отчетного доктора нашего родного университета. И, естественно, я очень хотел поблагодарить всех членов учебного совета, которые единогласно поддержали мою кандидатуру. Вы знаете, честно говоря, я поступил в предмет, когда мне было 16 лет. Но, к сожалению, время как быстро бежать, даже видеть незаметно. Вот самая изобрательная жизнь связана с родным университетом, где я прошел большой труд. От студента до проректора в университете и работал 27 лет. От студента до профессора и заведующего в карте урологии, где работал 27 лет уже. До главного уролога Северо-Законного федерального университета, где я работал уже почти 10 лет. Поэтому я хотел поблагодарить всех сотрудников нашего родного университета. Пожелаю вам крепкого и крепкого здоровья, удачи и многополучия. Служу родному альбомату. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мы очень делились с моими учениками на всю будущую жизнь, которую я занимаюсь. Я очень благодарен вашему университету, потому что, на самом деле, в Великой Новосиболее с 75-го года, когда было открыто подготовительное отделение, я специально придумал, посмотрел, около тысячи человек, городцев, наши были подготовлены в семинах вашего вуза. И во времена распределения, каждый год, как нам в области, было трещавок из тем нашего института, тогда сейчас университета, в принципе, сколько врачей, это фактически все это, каждый второй год, которые пришли к вашему университету. И я очень благодарен Сергею Федоровичу за то, что он всегда на старте, и мы очень действительно взаимодействуем в научном и педагогическом плане, и у нас очень тяжелые времена. Поклон вам, спасибо за внимание. Поклон вам, спасибо. Спасибо. Ну и всех с праздником. Господа, коллеги, дорогие, что это великое честь получить награду. Вы правильно сказали, когда я в молодости читал книги, я не мог представить, что медалью имени этого гениального человека когда-то буду награжден. Вы знаете, еще есть частичка в моей сибирской душе, что я формируемался в книге профессора Прокофьева. Спасибо большое. С праздником вас. Спасибо. Уважаемый Сергей Юрьевич, уважаемые друзья, товарищи, коллеги. Тут Александр мне сказал, что я учил сознательную жизнь, моя сознательная жизнь, связанная с первым медицинским университетом. Это был выбор. Моя сознательная и бессознательная. Жизнь тоже связана с этим замечательным университетом. У меня такое ощущение, что я там родился, вырос, возмущал и человек в жизни достиг. Первый медицинский, знаете, это мое все. Там научился я ходить, как доктор, писать, читать эту великую поэму «Сказание врача». Эта медаль назначена для меня еще потому, что я слушал лекции академии Теды Григорьевича Уплова, видит его и стоял как-то рядом с ним даже. Так что великое спасибо дай Бог вам здоровья, дачи успехов и всех существующих благ. Благодарю вас. Дорогие друзья, и мой уважаемый Сергей Федорович, при обстоятельствах, конечно, сегодня приобретите сюда в Теды Григорьевичский зал, где звучала субботная симфония. И, конечно, вы решили уже радоваться сам за любую победу. Но я хочу сказать следующее, что Василий Иванович Полисов в первом 64-м году на самом деле сделал ауто-кандарно-марно-шунтирование. Суверен Маславе шунтировал и Леви, международным культурами, Леонид Иванович, какое это имеет значение. Весь институт знает, что Полисов, кандарно-кандарно-шунтирование, это абсолютно синоним, потому что это сегодня лучшая операция для лечения женической болезни сердца. Следующая обстоятельность, это то, что у меня в том же Багире, который смог получать однократно, ну, я неоградская, конечно, честь, вы сегодня здесь стоите на этой пробеге. И самое главное, вам сегодня 120 лет. Это вы, как и с нами, которые вы держите, и несет на свой взгляд. Будьте счастливы, будьте здоровы. И я считаю, что вам повезло, что с вами сидят и живут. Удивительный человек, удивительный хирург. Вы близки, вы, все, кто. Спасибо. Конечно, это огромная честь. Я очень надеюсь, потому что действительно очень часто попадаю в такую ситуацию, когда бываю в первой среде, несмотря на то, что первый женский медицинский институт, но, в основном, я очень часто занимаю первую позицию в отношении прохождения каких-то, например, позиций в следующих афетах или профессоров, женщин, и это очень непросто. То есть это очень-очень ответственно. Я очень волнуюсь, я не могу, наверное, выразить вот ту благодарность, которую я испытываю своему коллективу, потому что это огромная карьера, это практически наношен исследовательский институт по некоторым количественным показателям. И мне очень тяжело бывать вообще благодаря нашему главному названию, даже благодаря наших экономистов, юристов, и когда мы с вами разговариваем, то мне иногда всегда хочется сказать, что, извините, пожалуйста, я говорю это почему, потому что огромный коллектив, это его заслуга, и я, конечно, отвоевываю все позиции, которые связаны с этим коллективом, а это очень тяжело, иногда не хватает просто списка, количественно приходится. И Сергей Петрович никогда, когда там не две минуты, он говорит, не верю, потому что бывает всегда дольше, но я сегодня буду очень кратко и хочу сказать что-то. Спасибо большое всем. И даже все, что мы проводим, и наш партнер, и наш университет, знали и не сделали это, нас знают не только в стране, но нас знают и во всем мире. Спасибо, и надеюсь, что мы дальше будем так ждать. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Профессор Сергей Федорович Магнетт. Тема актной речи от женского медицинского института до первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика Павлова. 125 лет большого университета. Уважаемые галереи, я думаю, что речь ректора о 125-летии университета, она в значительной степени вся церемония, она сама будет. Рассказ о нашем университете. Мы понимаем, что университет это 125 лет работы, из которых наша небольшая часть. И понимаем, что после нас придут следующие поколения, следующие преподаватели, следующие профессора, гидеры, которые продолжат это, но для того, чтобы они могли прийти на хорошее место и продолжить путь развития, конечно, не должны университета отбивать сегодня. Поэтому взгляд, самый лучший взгляд в будущее, это хорошее развитие сегодня. Вот наш новый корпус, который мы надеемся к лету будет сам. Благодарю вас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты 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 Продолжение следует...